МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как учебное пособие расскажем, на кого будут учить в новом центре КАМАЗа. Сезон субботников открыт. КАМАЗовцы привели в порядок парк Прибрежный в рамках акции «Добрых дел». Статус юбилея выходит на федеральный уровень. Набережные Челны с рабочим визитом посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Казак и президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Высоких гостей ознакомили с работой и успехами автогиганта, после чего в гендирекции КАМАЗа прошло рабочее заседание. Основной вопрос повестки – организация празднования 50-летия с начала строительства предприятия. Заводы, совместные с иностранными партнерами предприятия и главная продукция, которая идет вперед. Высоким гостям решили продемонстрировать все, чего достиг автогигант. После визита на завод двигателей делегация отправилась на площадку компании ЦФКАМА – производство механических коробок передач, где вице-премьеру правительства страны презентовали новейшую разработку. На сегодняшний день – это самая совершенная коробка передачи. Лучше нет. Это признано, в принципе, всеми компаниями. Следующим этапом стала оценка последней КАМАЗовской модели – автомобиля серии КА-5 – КАМАЗ 54901. Ее компании выводят на рынок в 2019 году. Кроме того, Дмитрий Казак провел тест-драйв спортивного грузовика команды КАМАЗ-Мастер. Сейчас эти машины дают старт будущему производству автомобилей. Но в каждой разработке труд тысяч людей, вложивших вклад в производство автогиганта за полвека. «Люди жили много лет, создавая этот продукт, меняя производство, меняя себя, в первую очередь, под новые требования производственных процессов. И, конечно, если это совпало с нашим 50-летием, это особо ценно для нашего коллектива». Дмитрий Казак же добавил, что автогигант превосходит все ожидания, что говорит о готовности встретить юбилей КАМАЗа в полную силу. «КАМАЗ» достойно встречает свой 50-летний юбилей с полным обновлением производства. Новые современные заводы по производству двигателей, коробки передач, новый автомобиль, который у нас за спиной. Это очень сильно впечатляет». Что касается набережных Челнов, то в 2019-м автоград должен немало измениться. В первую очередь это должны почувствовать сами жители, подчеркнули высокие гости. «Более 70 мероприятий. И, конечно же, каждый житель должен почувствовать, что в 50-летие что-то мы сделали. Это и дороги, и объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта. Ну и то, что в КАМАЗ достойно готовится, новый модельный ряд». В ходе заседания организационного комитета по вопросу подготовки празднования юбилея Дмитрий Казак внес дополнение в список праздничных мероприятий, а также поручил довести до конца подготовку автограда к юбилейной дате. По словам чиновника, основные усилия должны быть направлены на создание комфортной городской среды, а также инвентаризацию городского имущества. Алсу Валеева, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. КАМАЗ готов трудоустроить у себя специалистов завода «Форд Соллерс», попадающих под сокращение в связи с закрытием в набережных Челнах производства легковых автомобилей. Кстати, американская автолегенда сворачивает свой бизнес не только в России, но и в целом в Европе. Работники там уже получили соответствующие уведомления. Как этот вопрос будет решаться в странах ЕС, нам неизвестно, но что касается автогиганта, тут ясности больше. Работники челнинского завода «Форд Соллерс» будут сокращены по программе добровольного увольнения с выплатой компенсации. Но безработными они надолго не останутся. Трудоустроить желающих готов КАМАЗ. На сегодняшний день мы ведем переговоры с представителем «Форд Соллерс». Мы понимаем количество людей, которые они будут увольнять. Мы изучаем. И на основании этого мы можем сказать, что практически всех сотрудников, которые будут уволены в «Форд Соллерс», мы готовы принять к нам на работу. Рабочие специальности на закрываемом заводе схожи с КАМАЗовскими. И это облегчает задачу. Более того, многие когда-то трудились в КАМАЗовской структуре. В те времена, когда это был завод малолитражных автомобилей автогиганта. Тем, кому потребуется переобучение, мы готовы переобучить в наших учебных центрах и повысить квалификацию и довести до тех требований, которые необходимы нам на заводах. Подставляя плечо в сложившейся непростой ситуации, КАМАЗ предлагает не только рабочее место. На сегодняшний день социальный пакет КАМАЗа является самым крупным, самым серьезным в автомобильной промышленности. У нас гораздо больше льгот, которые мы предлагаем нашим работникам. У нас есть и лечебные заведения, и культурные заведения, и возможность проходить отдых на Черноморском побережье. Поэтому в этом отношении работники Форд Солерса ничего не потеряют, а наоборот только приобретут. Завод Форд Солерс был запущен в набережных Челнах в декабре 2014 года и стал третьим предприятием холдинга в России. Кроме Челнинского предприятия закрывается автомобильный завод во Вселожске и завод моторов в Елабуге. Под сокращение попадет около тысячи человек в республике. 850 из них в Челнах. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Современный учебный центр промышленной робототехники открыли на КАМАЗе. В рамках республиканского форума машиностроителей, который прошел в набережных Челнах, красную ленточку на открытии центра перерезал первый замминистра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Находится современная лаборатория в техколледже имени Виктора Поташова. Теперь студенты смогут с помощью роботов фирмы КОКа изучать процессы будущего, осваивая профессию. К слову, одной из основных тем форума стала кадровая проблема в отрасли машиностроения. Около 90 человек со всей России приехали увидеть уникальную для страны лабораторию промышленной робототехники. Этот центр может стать опорной точкой для развития этой компетенции и в масштабах всей страны. На сегодняшний день выиграет тот, кто сделает более высококачественный продукт. Потребитель поменялся, требования растут, и мы должны соответствовать этим требованиям потребителя. Открытие центра робототехники ознаменовало второй день республиканского форума кадры для машиностроительной отрасли в условиях цифровой экономики. Ведь проблема обучения и переобучения первоочередна во всем мире, и КАМАЗ активно стремится к ее решению. Перед тем, как мы начнем серийное производство нового поколения, мы решили создать такой центр для обучения, чтобы наши сотрудники смогли производить новый автомобиль. Уже сейчас заводчанами соседствуют роботы КУКа. Многие из представленных моделей уже введены в несколько производств. Робот для окраски деталей с водяной завесой или для сварки. Последний работает по программе челнинского студента. Он нужен для выполнения технологической операции электродуговой сварки. После экскурсии приглашенные руководители вузов и СУЗов, а также представители машиностроительных заводов обсудили возможные варианты сотрудничества. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. На КАМАЗе немало многолетних традиций. Причем праздники и мероприятия проводят не только для сотрудников компании, но и для школьников. Так в школе номер 9 прошел День КАМАЗа. Ученики встречались с сотрудниками литейного завода. Состоявшиеся события вовсе не одноразовые проекты, а целый цикл профориентационных мероприятий, которые проводятся уже на протяжении трех лет. Ребята знакомятся с историей завода, имеют возможность собрать игрушечный грузовик, поучаствовать в интерактивной игре и получить подарки. Если школа в Замеликесии может похвастаться самолетом во дворе, то образовательное учреждение номер 9 – грузовиком. На несколько часов КАМАЗ стал центром притяжения учеников. Еще бы! Не каждый день такое увидишь. Дети всегда с большим удовольствием реагируют на КАМАЗ, потому что у них есть возможность посмотреть, пофотографироваться, даже потрогать руками, посетить кабину, то есть побыть в роли водителя. Поэтому они с большим азартом и удовольствием используют такую возможность. Впервые день КАМАЗа прошел три года назад. Сотрудники автогиганта посетили 43 образовательных учреждения, а это более 40 тысяч учеников. И в этом году дошла очередь школ, которые расположены в старой части города – в поселках Сидоровка, ГЭС и Зябь. В этот юбилейный год для КАМАЗа 53-я решили взять 9-ю школу. Она на Сидоровке, очень отдаленная. Литейный завод тоже очень отдален от города, поэтому 9-я школа. Для семиклассников разработали специальную познавательную программу. Она включала в себя викторины различной игры. Школьники примерили роль разработчиков новых моделей грузовиков. В течение 15 минут им предстояло собрать и презентовать свой КАМАЗ. Мне сегодня больше всего понравилось собирать КАМАЗ, потому что я вспомнил детство, прикольно так. Мне больше понравился тест-драйв, потому что мы КАМАЗы проверяли. Тест-драйв, потому что там интересно смотреть, как машины ездят. Но помимо развлекательной программы была и образовательная. Студенты политехнического колледжа рассказывали об особенностях работы в той или иной сфере. Например, контролирующие станочных сенсорных работ показывали детали, как проверяются детали проверки, какими мерительными инструментами. А электромонтеры по ремонту и обсудили электрооборудование показывали осветительную аппаратуру. Планируется, что в этом году день КАМАЗа пройдет в 12 образовательных учреждениях. В программе будут задействованы ученики всех классов. С ними встретятся сотрудники всех заводов «Автогиганта». Маргарита Кузьмина, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. КАМАЗовцы вышли на борьбу с мусором. В рамках юбилейного проекта «50 добрых дел» работники «Автогиганта» организовали субботник. Выбор пал на участок около парка «Прибрежный». Одного из самых популярных мест отдыха чулнинцев. Поддержать инициативных заводчан отправилась и наша съемочная группа. Помочь стать в прогулочной зоне около парка «Прибрежного» чище вызвались не только железнодорожники, но и сотрудники других заводов. Выяснилось, что любовь к чистоте объединяет заводчан независимо от их деятельности. Причем парковая зона выбрана не случайно. Лень дойти до мусорки и просто выбрасывают здесь, а тут и дети гуляют, и пенсионеры, и на это все смотреть не очень хорошо, поэтому «Прибрежную» надо убирать, чтобы было красиво, чисто, уютно. Все отталкиваются от того, что у всех есть маленькие дети. Все мы хотим жить в чистом городе, поэтому все решили, и все мы собрались здесь. Если ранее Добрые дела Камазовцев организовывал отдел по работе с молодежью, то сейчас команда активистов решила делегировать полномочия каждому заводу и составить график добрых дел. Так, субботник железнодорожники организовали самостоятельно, причем с видимым успехом. Столько людей, столько народов еще, по-моему, никогда не было. То есть и разновозрастно, это, во-первых, не только молодежь, но и старшее поколение. Тут идет и воспитательная цель, и нашей молодежи Камаза предоставляется возможность проявить свои организаторские способности, проявить свою дань городу, чистоте, это же приятно. Способности активистов подтвердились. Собрание во имя чистоты автограда привлекло около 40 камазовцев. Так, полсотни добрых дел пополнились еще одним – зеленого весеннего цвета. Юрий Гагарин и не предполагал, что эта фраза станет легендарной. В этом году так совпало. Наша программа выходит в эфир в День космонавтики. Первый орбитальный полет вокруг земного шара длился 100 минут, и эти час 40 навсегда вошли в историю. То, как шумно праздновали это событие в 1961 году, помнят и заводчане. Поэтому многие смотрели и недавний фильм «Время первых», а те, у кого внуки и дети, отвечая на наши вопросы, сразу начинали говорить про мультсериал «Белка и стрелка. Озорная семейка». Это всегда был у нас, наверное, весенний праздник. В апреле месяце всегда было много имен с названием Юрий. Было очень изображение именно с космонавтикой. Восток, чего? Восход. С Гагариным, там, шлеме, помнишь, в детстве. Космонавтов я не хотела, но марки в детстве собирали. Мы родились в то время, когда космонавтика только разливалась. В школьные годы много тогда показывали, говорили, как полетели в космос. Белка со стрелкой в 1960 году, в 1967 году, 4 октября был запущен первый спутник. Потом в космос полетел первый человек, Юрий Алексеевич Гагарин. Даже такая, ну, как стихотворение было. Был в курсе, был первым в космосе Гагарин, каким по счету будешь ты. У нас в школе один годом, ну, нас немного постарше, поступил в Оренбургское авиационное училище. Его закончил и был тоже зачислен от космонавтики. Поэтому для школы это гордость была. Я хотела быть космонавтом. Где расположен космодром Байкану? Казахстане вроде бы. Имя первого космонавта. Юрий Гагарин. А имя? Белка Стрелка. Новостей на сегодня больше нет. Нашу следующую программу смотрите 22 апреля в 18.00 на телеканале Челны ТВ. Этот выпуск «Вестей Камазы» для вас провели Ксения Чернильцева. И Павел Михнов. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин